Все так плюс. Всем добрый день, здравствуйте. Этой программой мы продолжаем целый прям вот ряд циклов. Получается, как матрешка, цикл внутри цикла. Эта программа все так плюс из цикла «Диктаторы» и из мини-цикла, посвященного диктаторам Второй мировой войны. И вот в этом мини-цикле мы сегодня вам рассказываем. Но, впрочем, давайте обо всем по порядку, потому что вы смотрите канал «Ищем выход», и мы просим вас подписываться на этот канал, ставить нам лайки. Сегодня в этой программе, как и всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я Марк Нуждин, и рассказываем мы вам сегодня о диктаторе не совсем обычном, потому что, по большей части, те люди, о которых мы говорим в этом цикле, они все-таки предпринимали какие-то усилия для того, чтобы захватить власть. А здесь, в области захвата власти, наш герой оказался не совсем успешен, но, тем не менее, власть ему буквально упала в руки. Это диктатор Норвегии. Да, это Виткун Квислинг. Ну, все-таки кое-что он сделал для того, чтобы получить диктаторскую власть. Просто специфическим образом какой-то он диктатор был неудачник, потому что приходилось все время считаться с немецкой администрацией, норвежцы его презирали. В итоге его фамилия стала распространенным нарицательным, образцом такого вот идеального коллаборациониста, еще причем во время Второй мировой войны, потому что мы же знаем диктаторов, именем которых названы целые течения, маоизм, сталинизм, пиранизм, а здесь вот у Квислинга самое вот нелепое, что могло произойти, произошло с ним, при всем при том, что это был, наверное, самый трудолюбивый диктатор, трудоголик такой был, настоящий, и в то же время, ну, тоже вот необычные особенности, например, у него было две жены и обе русские, то есть еще и как нацист какой-то такой непонятный он. Ну, давайте тогда по порядку рассказывать, что же с ним... А давайте мы сразу в самом начале поставим его плакатное фото, потому что, в отличие от многих наших других героев, этого в лицо практически никто не знает. В России, во всяком случае. Ну, может быть, и слава богу, потому что в Норвегии вообще не ведется никаких споров, никто его не оправдывает, нет никакой полемики, а может быть, вот были определенные заслуги. Ну, мы же рассказывали, по-разному складывается в итоге народная память, кому-то из диктаторов вспоминают, что порядок при нем был, уважать нас, нашу страну заставил. Но с Квислингом, ну, все против него, это объект всеобщего презрения, и вот такие плакаты за Норвегию, да, ну, как он всегда и говорил, о чем я мечтаю, это только, чтобы была Великая Норвегия, и ничего не получилось. Наоборот, все сплошные унижения. Но ничего не предвещало из этого развития в его детстве, потому что благополучная, прекрасная семья. Отец, пастор, историк, гуманист. Виск Квислинг, ну, по имени будем, да, если его называть, Виткун, он был старший в своей семье, и, соответственно, их четверо, братьев и сестер. Остались воспоминания, остались их письма друг к другу. Казалось бы, ну, должен же быть какой-то источник на будущее, проблем, недоразумений, комплексов, ну, ничего, ни к чему невозможно придраться. Никто его не обижал, семью всегда все уважали, все друг к другу хорошо относились, пошел в школу, в школе прекрасно учился, один из лучших учеников всегда был. Поэтому откуда в нем все вот это взялось в будущем, да, не очень понятно. При всем при том, что жадно поглощал знания, интересовался самыми разными науками еще в юности. Ну, правда, вот необычное приняло решение после окончания школы, в 1905 году он решил пойти по пути военной карьеры и поступил сначала в военную академию, потом перевелся в военный колледж норвежский. И тоже феноменальные результаты, потому что он и при поступлении максимальные баллы демонстрировал, и по окончании обучения у него был максимальный балл за всю историю этого самого учебного заведения. Вот до какой степени был образцово-показательный учащийся, ну, соответственно, младший офицер. Там произошло, правда, одно важное событие в судьбе Норвегии в 1906 году, потому что до того Норвегия была частью Шведского королевства. Это была уния, но, тем не менее, королевство было единое, и король сидел в Стокгольме. А вот, особенно на фоне событий русско-японской войны, когда Российская империя казалась, что уже все не та, угроза для Швеции многовековая как будто бы исчезла, и объяснение шведов, нам надо держаться вместе в этой вот унии. Ну, уния там появилась после наполеоновских войн, когда у шведов отобрали Финляндию в Российскую империю. Это такая была как будто своеобразная компенсация. Но до этого Норвегия была в составе Дании. Сотни лет, в общем, не было независимости. Тут вот норвежцы проявили решимость, и произошел мирный раздел. Вот, кстати, о чем тоже периодически надо напоминать, что далеко не всегда распад государства сопровождается каким-то кровопролитием. Очень сердился шведский король, но не перешел к боевым действиям. Норвегия стала полностью независимой. Все это вот молодой, соответственно, наблюдает Квислинг с удивлением. Ну, казалось бы, какие-то, может, забрежили бы военные перспективы. Тем более, что, ну, лучший ученик начинает работать в генеральном штабе. Ну, в Норвегии... А давайте пока мы совсем с молодостью Квислинга не расстались, тоже посмотрим на его семью. Вот образцов показательная семья, добродетельная, все разумные, богатейшая библиотека, сложные книги были в семье, и потом часть этой библиотеки, ну, она сохранилась. Лично у Квислинга была, поэтому невероятно. И как вот такой человек стал ближайшим соратником нацистов. Ну, это бы пока вперед забегаем, да. А здесь вот после всех этих событий обрела Норвегия независимость. Но нет вот этих вот настроений. Великая Норвегия, вспомним о заслугах наших предков. Мы же родина викингов, когда-то в страхе держали. Всю Европу плавали в Средиземное море, открыли Гренландию, добирались до Ньюфаундленда. Нет. И тоже вот по сравнению с нынешней Норвегией, надо тоже понимать, что примерно до 60-х годов 20-го века это была достаточно бедная страна, непростой климат. Ну, правда, рядом Швеция гораздо более благополучной оказалась. Но как-то так получалось, что столетиями сколько-нибудь вот амбициозные люди, желающие делать карьеру, уезжали или в Копенгаген, или в Стокгольм. И все время вот у Осло оставался где-то вот христиане, назывался город главный, да, норвежский, где-то позади своих вот метрополий. И тут вот эти горизонты возможностей с независимостью тоже что-то никакого не произошло. Денег не хватает, надо на всем экономить, господствуют пацифистские настроения. В итоге в скорости начинается Первая мировая война. Буквально там через 2 или 3 года после того, как завершил свое военное образование Квислинг. Но Норвегия нейтралитет объявила, и этот нейтралитет всю Первую мировую войну соблюдала. То есть, опять-таки, блеснуть какими-то своими военными талантами Квислингу не пришлось. И вот происходит важное событие в его жизни, в его карьере, что потом отразилось. В 1918 году, соответственно, когда уже рушатся империи европейские, когда Германия близка уже к капитуляции, Квислинг отправляется в военном атташе Петроград. Оказывается, он в России, а все еще в том числе и потому, что за время Первой мировой войны он, чтобы не терять время недаром, стал изучать Россию, русский язык. Ну и как такого человека вот и не отправить, соответственно, решать какие-то вопросы с этим государством. И вот он произвел, в общем, на него впечатление. Ну что именно? Он восхищается Троцким, который организует на пустом месте мощную армию, проводит решительно мобилизацию, решительно мотается по фронтам, а его политические враги, особенно вот Временное правительство, Керенский, оказались совершенно беспомощны. Ну, Керенский избежал Временное правительство, ушло в отставку, проиграл эту политическую борьбу. И Квислинг делает для себя такие любопытные выводы, потому что Временное правительство оказалось слишком демократическим, слишком много свобод, вот и осталось без власти. А вот Троцкие и большевики, они-то вот порешительнее действовали без вот этих вот всех демократических преобразований. И смотрите, какой вот результат, порядок. Ну, правда, впоследствии Квислинг несколько раз менял свои представления и свои симпатии. Но вот это на него произвело серьезное впечатление, он еще лучше научился говорить на русском языке, но, тем не менее, в конце 1918 года его отозвали в Норвегию, а потом назначили недалеко от Петербурга в Хельсинки. Аташе во вновь образованном, ну, не вновь образованном, в возникшем государстве, независимом Финляндия, где русский язык тоже ему пригодился, но, правда, он действовал уже в такой странной коалиции норвежской разведки. Но еще раз повторюсь, там специфическая история. Норвегия-то сравнительно недавно сама обрела полную независимость, на армии всячески экономят, и пытаются как-то совместить дипломатов и разведчиков, и какие-нибудь деликатные вопросы, чтобы они решали. Все это в одном лице. Ну, Норвегия не агрессивная сторона, никакой подрывной деятельности не подразумевалась. Но вот сыграла в последующих событиях важную роль личность Приттьюфа Нансена. Это знаменит, ну, он знаменит в первую очередь как путешественник, да, но после всех революционных событий, после краха империи он прославился как гуманист, как человек. Но, например, вот в нынешних условиях его периодически вспоминают, потому что сотни тысяч людей были вынуждены покинуть Россию, несогласные с диктатурой, да, путинской, и их статус на Западе может оставаться очень неопределенным. А Нансен в аналогичной ситуации, которая была после 1917, после 1918 года, когда тоже сотни тысяч людей из Российской империи бежали на Запад, спасаясь от большевиков, придумал, например, такой Нансеновский паспорт, чтобы человек уж не совсем оказывался бесправным и никаким. Вот эта проблема, кстати, до сих пор в 21 веке-то не решена, нет сейчас такого Нансена. Ну, так вот, а Нансен еще не только помогал беженцам, которые покинули большевистскую Россию, но очень переживал за людей, которые там остались. И, соответственно, это вот все события, которые мы знаем, как голод в Поволжье. Кто ж там вспомнит, сколько продуктов привезли из Америки для голодающих Поволжье. Но Квислинг оказывается в составе делегации, которая направилась на территорию современной уже Украины, и тогда Украины, Харьков, где тоже бедствия, причем во многом же эти бедствия были связаны с тем, что большевики просто реквизировали все зерно, обрекая на голодную смерть крестьян. А потом, ну, Ленин в этом плане не Сталин был, он не боялся все это показывать. Смотрите, как страдают крестьяне, помогите. Глазом не моргнув, просил у прокалитой буржуазии какую-нибудь помощь. Ну, и здесь вот как раз Квислинг расцвел, как человек потрясающий, вот, работоспособности, и как организатор, который ничего не боялся из всех этих трудностей. Ужас, там десятки тысяч, ну, смертность была, 10 тысяч человек в день умирали от голода, совершенно в ужасных условиях. Ну, так вот, чтобы наладить и медицинскую помощь, и продовольственную помощь. И здесь вот Нансен проявил такие потрясающие способности, что впоследствии был награжден и британским орденом, и румынским орденом, и югославским орденом, просто вот как образцовый такой, опять, человеколюб, да, как вот все неожиданно потом в его судьбе перевернулось. И еще два произошли события с разницей в один год, потому что... Ой, подождите секундочку. А давайте вот в этом судьбоносном моменте, когда Квислинг впервые получил и международную славу определенную, и таланты организатора свои продемонстрировал, а я напомню, что вы, уважаемые наши зрители и слушатели, тоже можете продемонстрировать свои таланты организаторов, принять участие в поддержке нашего канала. Все, что вы нам отправляете, идет в дело и помогает нам работать для того, чтобы у вас были разные интересные факты, информация, которая позволяет делать вашу картину мира выпуклой и объемной. Посмотрите, пожалуйста, каким образом вы можете нам помочь. Все в описании. Ну и, конечно же, огромное спасибо всем тем, кто нам уже помогает, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и вы можете смело считать себя соучастниками любой программы, которая здесь выходит. Огромное вам спасибо за это, и если не получается помогать деньгами, то подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас в Телеграме, мы там тоже есть, для того, чтобы ничего не пропустить. Ну и возвращаемся к переменам нашего героя, после чего он почувствовал себя политиком. Ну не сразу, потому что вот хотелось, да, важное событие, удивительное, опять-таки, для человека, который в будущем стал оголтелым нацистом, он, находясь на территории Советской России, женился причем два раза. И второй брак как будто бы должен был быть неофициальным, потому что с первой женой он развелся, но гораздо позже. Но тут такая необычная история, чем он всех исследователей путает, как будто бы в первый раз он женился в 1922 году на одной из местных девушек в Харькове, просто из жалости, чтобы спасти ее от этого бедственного положения, чтобы она могла выехать в Западную Европу, начать новую жизнь, а вот на второй, через год, когда он женился и потом с ней вот уже жил оставшуюся жизнь, как будто он по-настоящему женился, это была его жена. Но при этом достаточно долго они втроем... Пойти на фотографию совместно. Ну, это вот со второй женой. На соответственную фотографию. Да, а так, когда они ездили втроем, и одна из жен, чтобы не путать людей, представлялась приемной дочерью, например. Ну, они были существенно младше Эквислинга, обе, и как-то даже не осталось воспоминаний о каких-то конфликтах. Вот какой тоже удивительный сам по себе был человек. Но он был высокий, представительный, при деньгах, уважаемый. И опять-таки, еще раз повторимся, вот вся его вот эта деятельность в 20-е годы, это все, получается, сплошной гуманизм. И все это время он формально числился в Норвегии еще и офицером по военному ведомству, просто вот в командировках проводил много лет. Но тут 20-е годы, победа, опять-таки, гуманистических идеалов, больше вот никакой войны, хотя Норвегию эта война не затронула, но всем казалось, что вот после этого кошмара ужасов, вот этой окопной войны Первой мировой, когда, ну, вот это потерянное поколение, да, миллионы молодых людей, убитых в бессмысленных мясорубках, больше это никогда не повторится, ничего подобного происходить не должно, армии никому не нужны. Ну, в Германии принудительно сокращали, а в Норвегии власти зачем нам? Нам никто не угрожает. Со шведами отношения нормальные. Впереди только мирное сосуществование. Поэтому минимальная вот самая крошечная армия, да еще и сокращение, еще и квислинга сокращают, за ненужностью не пригодились, в общем, все его знания, блестящее обучение, все его дипломы. И вот он в некотором таком замешательстве, как вот он там потом говорил, надо же было искать себя. Но тут опять-таки пригодился фактор России необычным образом, он же по-русски хорошо говорит, хорошо разбирается, а в то же время западный человек с западными связями, и пока большевики вот на волне этого НЭПа, новой экономической политики, разрешили какие-то контакты с буржуазией западной, кто-то же должен инвестировать. Ну, недолго все это продолжалось. Ну, в общем, опять-таки, квислинг пригодился как представитель уже в Москве разнообразного бизнеса, ну, норвежского, конечно, в первую очередь, причем он же трудолюбивый, честный, порядочный, дело с ним иметь никто не боится, а еще он оказался по-своему предприимчивым, потому что вот в этих условиях, особенно в начале 20-х годов, он смог фактически за бесценок приобрести достаточно много картин каких-то других объектов искусства практически за бесценок, и у него появилась еще и внушительная коллекция таких вот произведений искусства. И, может быть, он в полюбившейся ему России прожил бы еще и дольше, тем более он вдруг стал увлекаться, но это, правда, в начале 20-х годов идеями коммунистическими. Может быть, вот в этом что-то есть, ну, видишь, сколько людей было ослеплено, да, сейчас вот трудности, переходный период, а потом царство труда и справедливости. Но, тем не менее, к концу 20-х годов Квислинг вот так вот буквально уже не считал, все это очарование исчезло, а потом, когда большевики свернули и программу НЭПа, ну, это уже после смерти Ленина уже при Сталине, и более того, начали все вот эти процессы коллективизации, опять обрекая людей на голод и на нищету, ну, Квислинг, в общем, в 1929 году возвращается в родную Норвегию, где он много лет отсутствовал, ну, он там наездами бывал, а в это время вот он уже как повзрослевший человек, приобретший опыт определенный, вдруг вот оказался заражен разными идеями о том, как вот нам реорганизовать Норвегию, как ее сделать передовой стороной, и в числе прочего, ну, антибольшевизм, ладно, там он-то, может быть, насмотрелся, как все это может быть опасно, а тут еще и нацизм, и тут тоже все это любопытно, мы же все время ассоциируем нацизм, в первую очередь, с Германией, с Гитлером, но Квислинг точно так же вот считал, что есть нордическая раса, только главные в этой расе, конечно же, никакие не немцы, это норвежцы, это вот и есть идеальный арийский народ, который, конечно, заслужил гораздо лучшую участь, ну, понятно, там и антисемитизм к этому ко всему прибавлялся, а еще вот как увлекающийся человек, он быстро нашел нужные труды, нужных ученых, которые все это могут обосновать, и вот с этими, со всеми идеями, он, возвращаясь в Норвегию, хочет включиться в политическую борьбу, и у него были разные серьезные планы, и в том числе, как государственное устройство в Норвегии, можно было бы изменить, но никакого чуда не происходит. В Норвегии очень сильны демократические традиции, несмотря на то, что очень долго не было независимости, никто вот так вот не впечатлился. Да и сам по себе квестлинг, несмотря на то, что человек был представительный, авторитетный, из уважаемой семьи, но какой-то оказался совершенно не харизматичный, то есть вот не было такого, чтобы вот он мог собрать многотысячную толпу и все там в едином порыве, в восторге, готовы были бы пойти за своим вождем. Кстати, достаточно быстро он, ну, это так подспудно сложилось, просто по-норвежски это фюрер, ну, понятно, да, этимология фюрер, вождь тоже, ну, вот в той партии, которую он впоследствии создал, ну, все какие-то политические неудачи, не может он найти себе верных соратников. Для того, чтобы финансировать собственную партию, ему приходится продавать коллекцию собственных произведений искусства, никто так особенно в него-то не инвестирует, причем продает тоже все это не очень-то удачно, но тем не менее, опять-таки, Норвегия же демократическая страна, многопартийная система, формируется правительство, и на каком-то этапе его приглашают на пост министра обороны. А мы рассказывали про предыдущих диктаторов, какой это мог бы быть шаг в карьере для того, чтобы потом власть взять да и захватить. Впоследствии, как выяснилось, в начале 30-х годов Квислинг действительно с группой каких-то соратников, сторонников, из бывших обиженных офицеров, такие всегда должны быть, кто в армии сократили, что взять да и устроить военный переворот и организовать нормальную власть, потому что весь этот парламент, все эти вот говоруны, все это вот бесполезно, все это тонет в какой-то демагогии, а мы делом займемся. Ну, как всегда, всякие диктаторы и объясняют причину узурпации власти, потому что все эти демократы, все эти говоруны, они отвлекают народ от дела, все это бесполезно, а я вот не буду ходить на всякие дебаты, а делом буду заниматься. Ну, сейчас мы все это слышим от какой-нибудь единой России, само собой. Ну, так вот, но на самом деле Квислинг на посту министра обороны, конечно, ни на что особенно повлиять не мог. Он был, конечно, за милитаризацию, придумал, что надо вводить какое-то подобие местной милиции, но все то же для того, чтобы вот идеи будущей, в будущем, чтобы было как можно больше людей, обученных военному делу, мало ли как сложатся обстоятельства, но никто не прислушивается, и происходит такой еще эпизод в его судьбе, который как раз-таки его сильно дискредитировал в глазах многих, потому что в 1932 году прямо в кабинете на Квислинга нападает человек с ножом, бросает в лицо ему перец, а потом этот человек исчезает, никто его не видел, найти его не смогли, и тут же Квислинга подозревает в том, что он сам все это испровоцировал. Ну, как это действительно странная, загадочная история, тем более Квислинг такой достаточно крупный мужчина, но потом он рассказывал, что у него какие-то хотели, наверное, похитить секретные документы, но в итоге в прессе в Норвежской как раз-таки стала господствовать теория о том, что все это бессмысленная провокация с этим вот неудачником, который хочет таким образом поднять вот свой политический статус. Не поверили, в общем, Квислингу, и в последующем в родной Норвегии ему так вот и не доверяли, даже когда он диктатором стал. Но, тем не менее, он все равно одержим идеей создания правильной нужной партии нацистской, только норвежско-нацистской, но и он создает эту партию, в итоге называет ее национальное объединение в последующем. Но ничего не получается. На выборах крошечные результаты, несколько процентов. Понятно, что из... Ну, то есть, влияния никакого нет, никто не будет с тобой договариваться о распределении министерских постов. То, что от министра обороны ему доставался, это во многом случайно. Ну, нужен какой-то квалифицированный офицер, тем более, что у него есть хоть какой-то опыт организационной работы, но не более того. А вот как партийный лидер, он совершенно проигрывает всем. Хуже было только у норвежских коммунистов, у которых еще было меньше. Ну, там вот из шести-семи партий, которые проходили в парламент, последнее коммунистическое, предпоследнее, это вот национальное объединение, национальное единение как раз-таки самого Квислинга. Как он разочарован, как он сердит. Надо дожидаться следующих выборов, готовиться, вести агитацию, партийную борьбу, а на следующих выборах в 1936 году результат еще хуже. Еще меньше людей, норвежцев, голосуют за человека, который так вот одержим, принести норвежцам настоящее счастье и величие, а ничего не получается. Ну и вот, ну и до этого, конечно же, после 1933 года началась и встреча, соответственно, Квислинга с нацистами, и не то чтобы дружба, но такое вот тесное сотрудничество, тем более надо же где-то денег брать на финансирование своей собственной партии, если Гитлер там что-то обещает в будущем, ну на кого еще можно опереться. При всем при том, что реальные... Давайте хорошие компании посмотрим, хорошие в кавычках. Вот как раз, ну это чуть более поздняя фотография, но тем не менее, и Гиммлер в середине узнаваемый, а по правую руку от него в штатском костюме как раз наш герой. Да, ну он много раз встречался лично с Гитлером, и поначалу даже был, ну не то чтобы очарован, но очень рассчитывал на немецкую помощь, что ему действительно помогут прийти к власти или с помощью какого-то переворота, или с помощью денег, но пока чудо никакого не происходило, еще раз повторюсь, неудачи в политике Квислинга преследовали постоянно, норвежцы за него голосовать не хотели, кроме вот достаточно небольшой группы людей, вообще в его собственной партии, даже когда он уже оказался на вершине власти, и как вот он не старался, а численность никогда не превышала 40 тысяч человек. То есть это смешно, по меркам большевиков или нацистов немецких, при всем при том, что, кстати, Квислинг так и говорил, что он-то как раз-таки хотел строить партию по типу ВКПБ, когда это все, понятно, и дисциплина, и еще чтобы это было, ну роднило с нацистской партией, когда каждая должность как-нибудь называется, все структурировано, не абстрактная такая вот партия, где все единомышленники, есть какой-то председатель, нет, ничего подобного, должны быть титулы, звания, все четко расписано, регламент, а вы, ну, впоследствии, там тоже, как он был разочарован собственными соратниками, потому что чуть что они из партии могут выйти, потом надо проводить чистку, потому что там какие-то карьеристы, алкоголики собираются, а таких вот как он хотел собрать вокруг себя трудоголиков, честных, порядочных, которые вот одержимы счастьем Норвегии, где же их найдешь, почему-то они все время в других партиях оказываются. Ну так вот, а тут 1939 год, ну, соответственно, начало Второй мировой войны, и это и было приближение, соответственно, не сразу, приближение звездного часа для Квислинга, но история тоже такая немножко, надо пояснять, да, наверное, как развивались дальнейшие события, потому что Норвегия, это же больше тысячи километров только по прямой, ну, почти полторы тысячи километров севера на юг, то есть это атлантическое побережье с массой удобных бухт во фьордах, ну, это нужно всем, соответственно, особенно в грядущем противостоянии, когда отношения после 1938 года между Францией и Англией с одной стороны, а Германией уже были испорчены, ну, кто будет контролировать норвежские порты, соответственно, у того в руках будет Северное море. И здесь рассматривались планы о принудительном, да, захвате каких-то портов Норвегии и в Лондоне, конечно же, и в Германии. И здесь, кстати, тоже, ну, и в Норвегии это противоречиво среди политиков, ну, на чьей стороне мы окажемся, если не получится сохранить нейтралитет. А может, нейтралитет получится сохранить Норвегии, никому войны не объявляет, ни в чем участвовать не хочет, но, тем не менее, какие-то переговоры ведутся, а Квислинг в первых рядах, потому что он там и Гитлера с 50-летием поздравляет, и всячески все, что бы Гитлер не сделал, будет поддерживать. Тем более, что, а Гитлер, в свою очередь, конечно же, обещает Квислингу, что и мы там тебе поможем, мы тебе всячески посодействуем, но долго была эта судьба Норвегии не ясна, потому что просто так, еще раз повторюсь, страна-то не маленькая, особенно с учетом протяженного побережья, да еще и сложенного рельефа, это в Германии многие считали авантюрным, план по возможной оккупации этой страны, потому что и далеко от Германии, и понятно, что не будут сидеть сложа руки британцы, у которых гораздо более мощный флот, но тем не менее, в том числе и доверившись обещаниям Квислинга, что все должно получиться, в апреле 1940 года немцы организовали эту операцию, которую многие до сих пор считают образцово-показательной, потому что она была с помощью десантов осуществлена, когда в ключевых точках садятся немецкие самолеты, оттуда группы захвата, которые подчиняют себе аэропорты, военно-морские порты, соответственно, и это было полной неожиданностью для норвежцев, но какая-никакая армия-то все-таки есть, потом там очень решительный король был, который категорически против немцев, только независимость, но тут карты спутал как раз-таки тот же самый Квислинг, который именно 9 апреля, когда появились сообщения о том, что немцы высаживаются в южных городах, соответственно, Норвегии, все берут под контроль, но до этого они а ультиматум выдвинули, а потом быстро жали события, и Квислинг, как ни в чем не бывало, оказывается вечером уже на национальном норвежском радио и объясняет, что все правильно, все хорошо, это наши друзья, будет порядок, я беру на себя функции премьер-министра и призываю все воинские части выполнять мои приказы, подчиняться, соответственно, немцам, никакого сопротивления не оказывать. И, казалось бы, вот как должен был бы рад быть Гитлер, вот он готовый коллаборационист, но происходит невероятное, никто Квислинга не слушается. Ну, где-то норвежцы просто в силу растерянности не смогли оказать сопротивление, но, тем не менее, король успел Осло покинуть, захватить его не удалось, правительство поддерживает, соответственно, намерение короля продолжать борьбу с немецкой оккупацией, ну, в итоге король эвакуировался и остался непримиримым врагом немцев, а постепенно норвежцы, особенно на севере, особенно после того, как туда смогли прибыть англичане и французы, организуют сопротивление, но это самая северная часть Норвегии, где немцам пришлось уже вести вооруженную борьбу за то, чтобы вот Норвегию покорить. Ну, кстати, и при вхождении в Осло там тоже все сложилось для немцев неудачно, потому что норвежцы с помощью береговой артиллерии и торпед утопили линкор Блюхер. Ну, у немцев не так много было королей такого класса, как все незадачливо начиналось. На этом, кстати, корабле немцы везли в том числе и свое правительство. Тут тоже любопытно. Гитлер-то хотел все так организовать, чтобы это было... Ну, Квислинг ему и был для этого очень полезен, что какая-то легитимность, что король соглашается, признает перемены, возглавляет какое-нибудь коллаборационистское правительство, союз с Германией, ну, лишь бы англичанам все это не досталось, король все планы спутал, сбежал, а Квислинга никто не слушается. И к ужасу Квислинга в итоге немцы просто потеряли к нему интерес. Буквально через несколько дней, так как от Квислинга ничего не зависит, никто его не слушается, какой-то он бесполезный премьер-министр, просто немцы вводят, ну, фактически прямое правление, когда назначается рейхскомиссар управлять всеми делами Норвегии, понятно, что это генерал по фамилии Требовин, и этому человеку тоже Квислинг. Давайте посмотрим как раз вот эту вот парочку, и здесь очень хорошо видно, что Квислинг на самом деле фигурой гораздо более значителен, чем его конкурент, присланный немцами. Но у немцев вооруженные силы, у немцев оккупационные войска, а Квислинга не слушается никто. В том числе, ну, он же был когда-то министром обороны, и вроде бы кадровый офицер, а ничего не происходит, авторитетом никаким не пользуется, какой-то вот все сплошной неудачник. И, соответственно, немцы его фактически отстраняют, никому такой премьер-министр не нужен, и Квислингу приходится, ну, это все лето 40-го года, отправляться в Германию, добиваться приема у Гитлера и вымаливать фактически для себя какую-нибудь синекуру в родной Норвегии, обещая, что это вот сейчас, это недоразумение, но назначьте меня, и я все сделаю. И на каком-то этапе, ну, это в августе, соответственно, 40-го года, он вроде бы Гитлера смог убедить, чтобы ему доверили формирование вот такого лояльного правительства, настоящего. В итоге Гитлер пошел на этот, ну, можно сказать, эксперимент, да, осенью 40-го года, соответственно, чтобы была одна разрешенная партия, вот это национальное единение, чтобы Квислинг стал таким гражданским губернатором, получается, в Норвегии. Но Квислинг, кстати, это болезненно относился, он каждый раз говорил, нет, Норвегия же должна быть независимой, просто мы союзники, да, мы будем сообщать, действовать, ну, вообще, зачем немецкие войска, я и так все лояльно организую. Но впоследствии на суде он все это преподносил как заботу о родной стороне, но не по действиям. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими. Надеюсь, вы успели поставить лайк и подписаться. И продолжаем наш рассказ как раз с красивой, хорошей, цветной фотографией Квислинга и Гитлера. Но это чуть позже происходило, потому что в 1940 году они тоже неоднократно встречались. И, наконец-таки, Квислинг уговорил Гитлера доверить ему управление Норвегией. Но это же все тоже компромисс на компромиссе. А компромиссы такие, жутковатые. Соответственно, надо открыто теперь не просто на словах быть антисемитом, а пообещать Гитлеру, что все евреи, но их не так много было в Норвегии. Ну, неважно, что, конечно же, они будут депортированы, чтобы могла норвежская молодежь, точнее, не просто могла, а чтобы ее призывали вступать в эсэсовскую дивизию добровольно, ну, специально сформированную из норвежцев, и много других вещей, которые, может, так Квислингу бы и не понравились, или еще быть противником Англии, ну, совершенно открыто, соответственно. Какая же там независимость получается на все? На это Квислингу приходится соглашаться. Поэтому, возвращаясь в Норвегию, осенью вроде бы как уже в статусе руководителя Норвегии, в реальности он все равно остается такой вот второстепенной фигурой. Ничего у него не получается, хотя даже, это, правда, чуть позже произошло, и Требовин вроде бы официально объявил о том, что слагает в себя обязанности рейхскомиссара по Норвегии, вот вам Квислинг, и мы подчинитесь, но он никуда не делся, никуда не уехал, немцы тоже не покинули Норвегию, как вот Квислинг не хотел. А зато, а при этом надо же проводить в жизнь обещания, данные Гитлеру, которые вызывают у норвежцев не просто абстрактный протест или глухое недовольство, а начинает все это саботироваться, потому что там однопартийная система. Ну, кому это может понравиться? Пытается создать Квислинг чуть позже, некое подобие Гитлер-Югенда в пришколах, да, соответственно, ну, там Квислинг-Югенг, но он по-другому назывался, ну, неважно, чтобы воспитывать в правильном патриотическом настроении молодежь, а это приводит к массовым увольнениям из школ учителей. Пытается заручиться поддержкой церкви, ну, в Норвегии она протестантская, начинают уходить в отставку, пасторы категорически не соглашаются со всем тем, что делает Квислинг, ничего не получается у него, но Путин бы сейчас, да, ухохотался в 21 веке, потому что это у Путина под полным контролем не только русская православная церковь, а все остальные религиозные организации в стране. Понятное дело, что учителя массово не увольняются со всем тем безумием, которым из Кремля навязывают, а у Квислинга так вот с норвежцами не получается, и как на это все должен смотреть Гитлер? Ну, все бессмысленно, этому Квислингу доверили, при этом к нему не придерешься, не то чтобы он там ушел в запой, или вот какой-нибудь малообразованный человек, нет, он готов сидеть круглосуточно в своем кабинете, решать массу дел, он готов погружаться в любой документ, это правда, он очень тщательно и основательно готовился по любому вопросу, вникал во все мелкие детали, без выходных дней, без отпусков, а реальный результат никакой, потому что забастовки начинаются, и вот происходит то, что в итоге потом и припомнили Квислингу, потому что по требованию немцев, в числе прочего, это же саботаж уже такой откровенный, значит, надо лидеров этих вот организаторов, тех, кто организовывал эти забастовки, то есть саботаж, значит, надо их приговорить к смертной казни, и это не получается вот так вот буквально свалить на немецкую администрацию, потому что все равно и Квислингу приходится многие из этих документов подписывать, ну, соответственно, и депортация евреев начинается, надо запрещать профсоюзы, что опять-таки встречает невероятное сопротивление, и в итоге доходит до, ну, там жалуются соратники по партии, партия-то немногочисленная Квислинга, что вот садится, например, представитель партии, у него там значок специальный, в каком-нибудь автобусе или трамвай, а пассажиры видят и переходят в другой вагон или вообще выходят из общественного транспорта, потому что не хотят на одной скамейке сидеть с этими предателями и коллаборационистами, и что с ними делать, вот как вот такое сопротивление, ну, масштабное, как его можно, соответственно, победить. Ну, наверное, в нашем родном отечестве не могут воспринимать норвежское сопротивление всерьез, потому что в основном оно было, конечно, не кровавое, но тем не менее, где могли, там саботаж устраивали, и понятное дело, что в массе своей норвежцы были в ужасе от всего происходящего, несмотря на то, что, вот еще раз повторюсь, буквальную независимость Норвегия обрела всего-то только в 1906 году, причем тоже по европейской традиции, они же нашли себе короля, чтобы король был при этом, чтобы вот король хоть какими-то полномочиями обладал, все как в Скандинавии и принято, а при этом какая, конечно, поразительная демократия. Ну и получается вот это сопротивление, в основном, конечно, молчаливое, и Квислинг не пользуется никакой популярностью, и Гитлеру все это страшно не нравится, и несмотря на то, что его назначили, должность у него называлась министр-президент, и банкет даже устроил торжественный Квислинг, и всем говорит, я, теперь я, есть настоящая власть, а Норвегия независимая страна, я со всеми договорился, но это тоже не так, обманывать невозможно, ничего не получается, ну такое лукавство относительное. И масштабные протесты, ну, как я уже сказал, когда любое нововведение, а люди начинают тысячами увольняться, бедствовать могут, да, но не хотят с этой системой власти работать, никакого отношения иметь. Давайте еще напомним о том, что пропаганда-то все это как раз прославляла, и здесь есть прекрасная пропагандистская фотография того, как, значит, Квислинг, как я понимаю, автограф дает представительнице, прекрасной, простого норвежского народу. Ну, он пытается, но это уже, соответственно, 1942-1943 год, там он вел достаточно скромный образ жизни, ему не надо было ни роскоши, ни золота. Он еще был, кстати, не очень здоровый человек, ну вот, несмотря на то, что вроде бы крепкий, но тем не менее у него были проблемы со здоровьем. Ну так вот, он пытается изобразить, по совету, наверное, таких сомнительных друзей, как Гитлер, но ты, если нету настоящей народной поддержки, ты ее в пропаганде как-нибудь изобрази, что вот какой-то идет там митинг, собираются сотни людей, все тебя приветствуют на улице, подходят к тебе представители народа, девушки хотят взять у тебя автограф, но все это до такой степени получалось показным, неискренним, неестественным. Ну вот, он мог собрать несколько сотен человек, но все это примерно как сейчас у единой России, когда на автобусах надо привозить вот на эти вот провластные митинги, а в реальности сам по себе люди-то не придут. А Квестлинг еще такой немножко по-своему, ну не то чтобы совестливый оказался, но это ему тоже все это очень расстраивало. Он достаточно долго думал, что это норвежцы... Давайте еще парад посмотрим, вот тоже образцово-показательное мероприятие, но обратите внимание, что кадр-то сделан так, чтобы простого народа в кадре не было, а только марширующие люди... Ну потому что не соберутся, как в Нюрнберге, да, сотни тысяч, там, миллионы людей на съезд НСДАП в едином порыве ничего не получается. И потом вот эти, например, девушки или молодые люди, которые все-таки вступили вот в какие-то эти организации, да, нацистско-норвежские, а потом от них отворачиваются одноклассники, сокурсники, презрение все это, ну при этом достаточно открыто все это в Норвегии осуществляется, непонятно, что делать с таким массовым, соответственно, протестом. Ну и, опять-таки, это еще раз вот возвращаясь к тому, что искренне Квистлинг думал, что это просто из-за того, что немцы присутствуют, норвежцам не нравится, но если бы немцы покинули Норвегию, тогда бы вот я и порядок навел, и норвежцы бы стали меня уважать, наконец-таки, а немцы не покидают. И наоборот, после того, как расправились со всеми евреями, ну их депортировали из страны, около тысячи человек, ну дальше же все равно, вот есть какой-то саботаж, значит, надо находить, значит, гестапо бесчинствует, где-то, если пытаются организовать какое-то хотя бы обсуждение, неправильное студент, значит, студентов надо арестовывать, в итоге Квистлингу, ну просто там уже Гитлер, напрямую дает задание, давай ищи там у себя диверсантов, каких-то наверняка на англичан работают, где их возьмешь диверсантов, это же придумывать надо, а потом еще окончательное унижение для Квистлинга, к которому запрещают напрямую к Гитлеру обращаться, у Гитлера и так хватает хлопот, вот пиши, звони другому человеку, это такое больше-то унижение, которое характеризует такую специфическую диктатуру, что никак ни на что повлиять невозможно, и немцы тебя за человека не считают, и свои норвежцы за человека не считают, в последний раз он лично с Гитлером встречался в начале 1945 года, слетал для этого в Германию, потому что, ну, все рушится, уже понятно, что обречена Германия на поражение, и все, о чем вот мечтал Квистлинг, чтобы не утянуло за собой на дно и Норвегию, заодно, ну, как-то договориться, чтобы немцы по-хорошему Норвегию покинули, а дальше он уже сам будет как-то искать примирение с правительством, которое в изгнании находится, и с королем, который жив-здоров в Великобритании находится. Тут Квистлинг тоже питал какие-то удивительные иллюзии, что с ним будут о чем-то договариваться. Ну, так вот, ну, к ужасу Квистлинга немцы, отступая, ну, с севера, потому что наступают советские войска, устраивают там выжженную землю. Все взрывают, все уничтожают, убивают в том числе и мирных норвежцев, которые не хотят эвакуироваться. Ну, понятно, что все это в сознании норвежцев проецируется, в числе прочего, и на Квистлинга. Это все его друзья, его союзники, вот эти вот немцы, которых он приветствовал, которых он привадил, значит, все и на нем. Вина за все это лежит. В итоге-то немцы эвакуировались, испортив все, что можно было, но особенно, в первую очередь, на севере Норвегии. И вот май, соответственно, 45-го года Гитлер покончил с собой, и тут вот есть вот эти поразительные, конечно, шаги Квистлинга, который посылает какие-то сообщения про изгнание. Ну, давайте договариваться, какое у нас будет коалиционное правительство. Я же все-таки власть, у меня тут есть полиция какая-никакая, у меня сторонники есть, может, мы сопротивляться будем. Но все это настолько несерьезно... Да, давайте посмотрим еще на нашего героя во главе парада. У него же какие-то вооруженные силы, и на самом деле люди под ружьем. Казалось бы, да, но в реальности рассчитывать не на кого. Популярность он не пользуется, и поэтому надо, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре, всем объяснять, что я как гуманист, сын пастора, я просто кровопролития не хочу. Я вот не хочу, чтобы норвежцы убивали норвежцев, поэтому я своих сторонников призываю никакого сопротивления не оказывать, ни в кого не стрелять. Ну, а у него и сторонников-то таких нет. И в итоге он вступает в переговор 9 мая, кстати, да, сакральная дата с победобесием в нашем Отечестве. А 9 мая Квислинг, до того вступив, соответственно, в переговоры с лидерами сопротивления, добивается от них каких-то там обещаний, что у него будет домашний арест, что будет справедливое разбирательство, но в итоге достаточно быстро здесь держали. В общем, они эти обещания, тем более непонятно, кто кому обещал, есть одни лидеры, есть другие лидеры, есть еще правительство в изгнании, в итоге его арестовывают. Но он и сопротивления, соответственно, никакого не оказывает, и отправляют... Соответствующий кадр, да. Да, он под арестом, и все это вот как рушится, да, когда ты человек номер один, министр-президент, а теперь ты обычный заключенный, корочные камеры, вот в антисанитарных условиях, ну и никакого сочувствия не может быть, никому его не жалко. Но при этом он тоже все равно охрабрится, ну суд же будет впереди, он готовится вот выстроить какую-то линию защиты, рассказывать, как он делал все для того, чтобы вот норвежцев спасти, чтобы Норвегия не пострадала, что это был болезненный выбор. Даже вот там, ну несколько человек он вроде бы смог разжалобить, но ничего не получается, потому что в августе уже 45-го года никто откладывать не хочет, документов полно, начинается суд, и не абстрактные обвинения, да, в измене, в государственном перевороте, а в преступлении, в убийстве. Его обвиняют... А давайте вот тоже перед этим драматическим поворотом в судьбе нашего героя, потому что последняя попытка оправдаться ему будет предоставлена именно сейчас. Я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Те деньги, которые вы считаете возможным на покупку прессы ежедневной или еженедельной оставлять, вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать то же самое, просто в более свободных условиях, чем может себе позволить среднестатистическое российское издание. Большое спасибо за то, что вы нам помогаете. Мы существуем только благодаря вашей поддержке и рассказываем вам о том, как это происходило в других странах. Вот как раз это самое, когда вдруг оказывается, что вчерашний всесильный, ну, в данном случае, полувсесильный властелин появляется на скамье подсудимых, и что же они все в этом случае говорят? Что я хотел только добра, я ничего плохого не делал, я не кровожадный, он действительно не кровожадный, он тщательно готовится к процессам, к выступлениям, пишет на любое обвинение, свои оправдания там на десятки страниц, как-то расцвел даже в определенном красноречии, даже вот выступая в суде, вдруг начинает говорить, вы совершаете роковую ошибку. Я через 10 лет буду признан святым, как святой Олаф наш вот норвежский, ну, человек, который объединил и крестил тысячу лет назад Норвегию, вы не понимаете, что делаете, ну, никого невозможно разжаловать, при этом при всем это же демократический суд, понятно, что Квислинга никто не пытает, никто его там специально не мучает, но есть конкретное обвинение, много не надо в том, что он виновник убийств ни в чем не повинных людей, даже если их расстреливали немцы, но Квислинг это одобрял, этому не препятствовал, а уж депортация евреев, которые тоже были обречены на смерть, это еще более очевидное, его личное преступление. Ну и, соответственно, это же получается, по сути, трибунал, его приговаривают к смертной казни, но тоже, это же не сталинский СССР, он может подать апелляцию, он апелляцию подает, ее рассматривают, ну, все это затягивается на некоторое время, но все равно достаточно оперативно, и в итоге он был приговорен не к повешению, к расстрелу, и уже осенью 1945 года расстрелян. Ну и вот, чтобы завершить там всю эту историю, я уже про это говорил, чем вот этот норвежский диктатор, конечно, уникален, тем, что в современной Норвегии, к счастью, нету полемики, никто не ходит с плакатиком на какие-нибудь там акции, не говорит, что при нем был порядок, при нем нас уважали, это национальный позор. Еще раз повторюсь, что Квислинг, ну, в нашем Отечестве он менее известный персонаж, а на Западе, Великобритании, это синоним, слово предатель национальный, то есть вот его имя стало нарицательным, и не пригодилось ему ничего, не гуманитарное происхождение, склонность к каким-то добрым поступкам, не попытки защитить себя, ведь его казнили не просто так абстрактно, а после суда, где он мог защищаться, никого вот его слова не растрогали. Но в итоге, так как государство-то гуманное, никуда не делась, например, его жена вторая, с первой он развелся, она уехала из Норвегии, а вторая, еще раз напомню, обе жены русские, они благополучно, ну, вот вторая жена благополучно она дожила до старости в Осло, осталась у нее кое-какая часть из его Квислинга коллекции, ничего не конфисковали, кстати, и впоследствии она завещала эту коллекцию, ну, чтобы она стала, соответственно, народным достоянием, был создан специальный фонд, и никто в обморок не упал, потому что преступление Квислинга – это одно, а это же произведение искусства – это другое, поэтому должна быть галерея, приходите, смотрите, ничего страшного, что это Квислинг когда-то собирал, он преступник и негодяй, а коллекция – другое дело, никто, понятно, сжигать не будет, и жену его тоже никто не преследовал, несмотря на то, что она, ну, потенциально могла быть пособницей, но это не сталинский СССР, где дочь врага народа, жена врага народа, а демократическое государство. Но еще раз повторюсь, и в то же время, как вот у нас ходят с плакатиками, со Сталиным, с плакатищами, создают какие-то большевистские и сталинские организации. Ну, для Норвегии все это немыслимо, соответственно, только завидовать можем. Ну, и последний акт гуманизма такого норвежского был, его же тело кремировали, и была урна с его прахом, долго не знали, что с ней делать, но в конце концов в 1959 году отдали родственникам, кстати, родственники тоже, вот как минимум один из его братьев открыто оказывал, ну, такое гражданское, да, неповиновение. К Квислингу премьер-президент говорил, я, все, что ты делаешь, это преступление, но тем не менее, родственники остались живы, и в семейном склепе в итоге вот урна с прахом на его родине к северу от Осло была захоронена. Ну, и опять же, не стала объектом паломничества. Нет, в Норвегии это исключено, ну, просто встречаются разные заблуждения, мы развеивали эти мифы, ну, Гитлеру некуда прийти, конечно же, к Мусолине можно прийти, например, а где-то еще, как вот в Венгрии или в Румынии даже, будут говорить, что было и хорошее, при вот этом, не такой уж он был и диктатор, он думал о величии нашей страны, ну, нет ничего этого. В Норвегии, хотя есть левачество, не очень мною одобряемое, но теперь это еще и богатейшая, благополучная страна, но только после вот 60-х годов, после вот нефтяного чуда, но при этом тоже не села Норвегия на вот эту вот иглу зависимости от нефтедоходов, там достаточно жестко регламентируется зависимость экономики от доходов нефтяных. Есть чему учиться у нордического народа, который с таким завидным спокойствием относится и к собственным достижениям, и к собственным провалам, и делает выводы из каждой своей ошибки. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу, но не цикл, будем продолжать говорить в том числе и о диктаторах Второй мировой, есть еще как минимум один персонаж, о котором мы вам обязательно расскажем. На этом сегодня все. Максим, большое спасибо. До свидания. Все так, плюс.